Я в окно увидал, тяпками, вот так, а поле все есть камней. Это и это они одинаковые друг друга, это она не проснулась еще, а это не знает. И пошел. Мы зашли сколько дней здесь? Оперитесь туда, посмотрите в углу. Сколько? Что называется? Паутина. Паутина это характеристика хозяйки. Уже сколько вы дней здесь? В воскресенье уже были? Ну подошла просто палочка, провела это в понедельник, вторник, среда, четвертый день. И паути как висели, так и висят. А она никогда не увидит в ней, она не знает этого. С грязными ногами на простынь, что постирали сегодня под ногами, я ищу фарту, а это под ноги сбрасывается, под ним топчется. Я ее знаю с таки пор. И разбудить никак нельзя, а как только гол. А тут все помогают. Помогают, а она на халяву легко живется, далее она не зарабатывала, она не ценит. Сто тысяч рублей там за комара она отдаст. Она не знает цены ей. Почему? Потому что все время баночка стоит помогать нуждающимся. И она развращает человека. Вот у них брат он не такой. Ну у нее это работает, сейчас поступает, кажется, ветеринарный. Почему вот это не убрали за то время? Я спрашиваю, почему не убрала? Вот ты не видела паутина? Она не видела. Ты понимаешь, беда как? Ты даже не знаешь. У нее сейчас она каждый день будет гнусить, мама, поехали домой. Мне не нравится, мама, поехали домой. Она будет придумать, как тебе жить. А в этом возрасте уже второй ребенок у мусульман. У ней. Вот поэтому в себя не смотрим, ни комплекса, ничего. Вот хорошо. Ты ходила, вот сюда смотрела. Ты вот это видела, что висит? Да. А? Видела. Видела. А флягу вот эту видела? Видела. Вода под ней. Почему вода? Иди сюда. Подложили под нее что-то резиновое. Вода если натекла, то не на пол. Оно подсохнет. Сухой воздух. Это не мешает. А почему? Вот надо узнать. Ты ничем не интересуешься. Теперь гляди. Ты проходишь, а вот здесь вот грязная плита. А у нас бумага нарезанная. Я только смочил маленечко, протерла, скинул. Ни копейки это не стоит. Теперь глядь подальше. Кверху. Гляди-ка. Это все паутина. Все паутина. Дохлые мухи. Это хорошо? Почему я вижу, а ты не видишь? А у меня зрение-то ослабленное. Поняла? Потому что тебя не заставляли работать и видеть. Если будут вот здесь вот, ну, которые люди умеют работать и видеть, то тебе ничего не светит. Парень решил жениться. Все. Мама больная, парализованная. Она говорит, сынок, приведи их девчата с тобой. Попоют они тут. Позанимаются. Я посмотрю тебе, посоветую, может какую-то взять. Ну, вот такие зашли. А ты что? Увидела, за рояль стала пиликать. А играть-то двойку не поставишь. Так. Ну, а то, что зашла, посмотрела, все. Считать умеет, рисовать может быть. Села. А вот привел пять сестер. А одна ничего не стала смотреть. Подошла. Матушка, давно болеете? Да, как звать? Анастасия. Спасибо тебе, господи. Посмотрела, веник стоит. Ага. И она ничего не стала говорить. Она взяла веник и пошла с дальним углом. Парень-то один, а матери нет. Потом подошла она. Ага. Так. Она потихоньку вот так вот смачила его. А мать-то лежит и видит. Она все умеет. Теперь она подошла сразу в углу. Смотрите. Два раза только пара. Два раза уже нет. Все ушло. Два движения. И на вас ни одной. Она за сто лет не увидит это. А тебя и говорит еще. А теперь подальше. Надо вот это привязать на что-то. Ну, я встану, допустим. Аккуратненько, чтобы стену не запачкать. Все. Так это еще не приспособлено. Но уже видно. Вот здесь пыль. Видишь? Пыль. Я его убрал попутно. Я еще ничего не делал. Уже заметно, что здесь был человек. Ну и вон подошел. Мама. Ну и как? Девушка опять. И говорит, а почему пять? Я только одну видела. А кого она увидела? Которая за районом сидела? Смотрите. Опустошенная совершенно. Ну вот мать лежит парализована. Сыну жить. Если он приведет я в дом, он приведет в дом. И с ней лежать. Она сгниет. И с по ней они уберут такие вот. Почему? Ты же сама такая. И он говорит, мама. Ты заметила, девушка, которая играла? Какая она талантливая? У нее столько грамот за музыку-то. Хорошо, сынок. Но, мама, какую бы ты выбрала себе снохи? Мать знает что. Он на нее не обратил внимания. И как сказать его не оттолкнуть? Сынок, а у нас в комнате что-то изменилось? Ну что ты играла? Еще изменилось-то? Еще не изменилось. Посидела, встала и в сумме убрала. А это я не знаю еще. Порисовал эти рисунки. Некуда еще их в печку. Да, вот что-то я вижу чисто. Так, кто это подмел? А правда кто? Ты не вставала, я не брала. А кто? Они спрашивают. Так это... А я правда с этими девушками-то пробыл, а Веру даже не заметила. А это Верочка и была. Мать дальше ему ничего не говорит. А ты видела, сколько паутины? Ну да. А почему же ты сынок не убрал? Ну там-то встаня, маня. А не убирали? Нет. Так это все Веру убрала. Это два часа у нас были. Глянул он там мыто. Мама, а кто это помыл-то? Она помыла, устала, столы протерла, посуду вымыла, поставила на место. У нее в руках все горит. Кого она посоветует сыну взять? Как ты думаешь? Конечно, просим. Потому что она все время просит. Очень просто. А мать нет. Говорит, ты сынок сам выбери. Я не буду тебе выбирать. Тебе жить, а не мне. Мне может осталось-то последний час. Я давно лежу. Правильно рассудила мать? Да. Он подумал и подумал и посмотрел. Если так, мне надоест как она играет. Она играет неправильно, душу не трогай. И остальное. А мытое здесь и все. Да к маме тут уже и суп варится. У-у-у, там как пахнет. А она там и специи бросила, нашла, где стряхнула. То-другое он понял. Вот с кем жить. Мне придется анимать. Кого он выбрать? Заметь. Ей все еще трудно. Разлепить губы. Ту девушку. А? Ту девушку. Какую? Как ее звать? Вера. А что ты ее уже не взлюбила? Я знаю, что она тебе уже не понравилась. Как так? Ты же играла. А Вера не играла на рояле. А ту девочку. Я даже назвать не хотела. И Господь говорит, кто ближний ему, когда мимо прошел священник-то, ему надо сказать, самарянин. А он так ненавидит самарянина, что даже не назвал. Оказавший ему милость. Он даже назвать не хотел. Ты точно ходишь. Девочка. Да все одинаковые. Спереди и сзади. А что в мозгах, что в душе. Ты хотела какой быть? Или как? Принести к водолу не знаю от кого. Вот тебе пример маленький. Маленький пример. Вот первый день приехали. Жарковато показалось. Не умрешь. Воду тяжелее. Открыли дверь. Стоит ведро. Она сразу раз. Да мало то, когда дверь бывает. Палочку ставят вот в этом месте. Дальше ветер-то дает. А вот эта парусность вызывается. Это огромная сила. А дальше не дает. Она выдирает вот эти вот петли. Она их вырвала и все. А еще ее села и поехала. Ты поняла? А как делать? Там где специальный крючок к стене. Прицепить. А потом сюда не открывать никогда. Почему? Комары. Лето. Ложишься. Днем-то ты. А днем-то тебе кровь будет пить. Ей это все равно. Это все равно. А тебе все равно. Есть такое песнотение поется. А Господь за тебя умирал. А тебе все равно. И время последнее. А тебе все равно. И припев. А тебе все равно. Вот все уже заложено. А можно здесь вытащить? Невозможно. Такая она и будет. Грязь. Безделье. Как попало сделанное. Когда сама обратится к Богу. Она вспомнит. Потерянные годы. Вот это уже. Нас с детства приучили работать. Мы на поле были. Бегали. Заборачивали скотину. Последние как эти. Полдня. Да еще и вырвется. Ну. Только где-то маленько протаяло. Уже скотину выгоняли. Чтобы она могла взять. И когда уже полностью снег покроет осенью. Не одного выходного. Мы так росли. Выгоняем с расхода. Пригоняем. Когда только что подойти успели. И что. В выходной никто не знал. Как я принял коров. А вещи я должен осенью сдать. А сейчас полдня. Спросить несколько. Это потеряете. Такой народ подобрался. Другие сейчас. Нынче стали по одному. Иначе ничего не получается. Три всего. У троих коровы-то. А мы были в Армении где-то. Коровы идут. Ничего нет. Дорога. И стена. И камень. И глина. Так вот между камнями. И где глина. Корова подходит и грызет. Ни одной травинки нет. И мужики. Рано-рано мы едем. В другом месте. Где-то там. За границей. А мужики идут. Откуда же идут. Они коров выгоняли. Солнце к закату. Коровы еще пасутся. Она выбирает по травинке. Там негде. А у нас заглонить с земли. Посмотри какая трава. На одном месте можно прокормить корову. Так вот. Вот такой промежуток. Дай вот. Она наезд и останется еще. Трава густая. Сочная. Ни крокодилов здесь нету. Ни змеи добитых. Живи радость. Они это все кряхтят. Недовольные. А ты работай как Игорь Барабашев. Староста. У него все есть. Второй сын закончил университет. Третий сейчас учится. И они везде люди не живут. Куда они повернись? Везде Игорь. А почему деньги? Он заменил. Трактор покупает. Почти миллион. В деревне потеряевки. Да потеряевки. А как жить? Как Игорь. Как Игорь. Куда бы ни пошло. И везде он. На концерте он играет. Гармошка повешена. Губная здесь. На этой. Ты видела это? Не видела. Ни в интернете ничего не знаете. Итак. Урок. Вам показал. И на это потребовалось всего одна минута. Вы вдвоем. На одной минуте не выбрали убрать паутину. Только я мочил не для этого. Тут надо сухим брать. Чтобы не размазать ничего. Вот это вот где замазано было. А там пыль. Это все стереть надо везде. Вот эти каждую палочку. Все протереть надо. И под низом и вверху. Сначала там разобраться. И не просто стоять. А работать. Человек не работающий Богу не нужен. Написано. Вера без дел мертва. А дела подтверждают веру. Спасаемся благодатью Божией. Сейчас спроси. А то место писания не назовешь. Ну назови. Глава стихи процитируй. А то обидишься. Иоанна 3.16. Иоанна 3.16. Ну 3.16. Научилась. Читай. Ибо так уже любил Бог мир, что до Сына Своего Единородного, до всяких верующих погиб. Ты уже начала с пропуском. Он не погиб, но имел жизнь вечную. Всякие. Всякие. Это кто Нестор. Это Игнатий. Это просят. Всякие. И в эту жизнь никто еще не возвратится, что второй раз прожить. Однажды человек должен умереть и пристать на суть Божий. Это твоя жизнь. И что ты в дневнике сегодня запишешь? Они тяпкают. Вот такая вот трава там наросла. А там камень. Её нельзя потяпкать-то. Я сейчас показал, как лопаты выковыривать с корнем, потом разровнять и сады цепляет. А проходит, оно все растет. Одна отлетела, прикрыла другую. Так? А ну не слушай, что я говорю. Я говорю, как вы делали там. Одну рубишь, у нее отлетела макушка, упала, на которой не рубили. А ее прижали травой и пошли дальше. Они одинаковые. Теперь смотри, урок по паутине окончен. Второе. Вчера я сказал. Вот смотри, я принес вам. Хорошая. Её надо промыть. Она лежала вверху, там кошки лазят. Промыть. Не здесь. Это не только для рук. Не задевать вот эту. Повторите. Не задевать. Не задевать. Если возможно, если она замутнилась, заменить. Да немного наливать. В три раза меньше можно. Лишь бы руки только ополастались. Мне туда ходить пришел, туда, а там еще нету. Я два раза уже был в пустом рукомынику. Больше не пойду. У меня нет времени. Теперь смотри. Я вчера обещал, что я сделаю хлопушек. И я сделал хлопушек десять. Вот на стенах здесь сколько? Вот этих вот листьев. Вот это вот один. А вот все здесь это шестнадцать. Это газеты. Две газеты. Вот так развернутые. Свернул. Уже сколько будет? Четыре. Попало. Сколько будет? Восемь. Еще раз. Шестнадцать. И вот эта вот муха сидит. Вот она. Пуговка. Это муха. И она не толстая и не тонкая. Шестнадцать листиков вместе. Все. Ее нету. Да подойди не так, муха, я отбить тебя буду. Муха, извини, пожалуйста. Может быть разрешишь ударить? А вот, конечно, лайнблок. Все. Как этот показывает. С такой скоростью, что фотоаппараты не сказали фотографировать. Легенда Америки. Там какой-то китайский. Маленький. Теперь гляди как. Вот здесь вот. Они вот так заходят. А здесь по отдельности каждый листик. Так здесь будет заметно, что ты бил. Так завтра не бери за эту сторону. Вы этого не понимаете. Зачем тебе кишки, мухи на руки-то браться за эту сторону? Вот. Ничего не связывать. Только вот так вот. Чтобы она была как можно шире. Вот прямо. Прямо. Вот она стоит. Все. На стенах, там где обои, не бить. Погляди где. Вот она. Вот. И попутаем по ухиду, можно скинуть. Сколько? Десять. Вот и гляди я сейчас делаю как. Раз и два. Взял на это место положить. Брать только там, где отдельные листики. Вот они. Листики. А тут она перегнутая. Видно, что она не так трепется. Теперь гляди. Я кладу. Здесь я один. Мой подоконник. Одной достаточно. Это дядя Володя. Он возьмет. Он там один. Ему одной достаточно. Здесь по две на каждое окно туда. Разложи. Это маленькая. А в малом бедле. Говорит. Он над многим поставлен. У нас еще было до восьми время. Поэтому я рассказал. Ты поняла? Ты должна уехать другой. Веселой и радостной. А тебе дали такой, который она... Все. Отжила. Я знаю причины. Все. Не хочу говорить просто. От чего это все делается? Жиринки никакой нету. Я обращаюсь к опыту своей жизни. Печь. Ничего нет более грязного в избе, чем печь. Почему? А там дым. Вот не помещался. Ты где-то заденешь. А если дым где идет, там канала называется. А не сажа. Сажа, она так прилипает между порами. Ее не уберешь. Я печеньком проработал 40 лет почти. Это печь моя. Я ее делал. Это моя работа. Я ее делал не для себя. Получилось. Как-то Бог делает так, что я делаю. Ко мне возвращается. Погляди какая. Как она стоит. На каком фундаменте. Вот это так. Это можно русскую печь. Там хлеб и пекла. Интересно смотреть на кирпичи. Смотри какие они веселые. Ты хлеб помогала печь? Интересно. Так вот за это усыпись. Чтобы у тебя все время было радостное выражение и улыбка. Гляди как. И вот теперь к печке ты подойдешь. Ага. Как бы не задеть. Руки мы гляну. Никак. А это не помыли руки. Раз за стол. Не должно быть этого. Вот это лежит. А что здесь лежит? И узнать надо. Чтобы не запинаться. Ляга стоит. Почему она такая грязная? А может не грязная. А может это просто... Ну что-то где-то она была. Ты должен идти все видеть. Вот учатся в этом, ну какое-то кадетское там, какое-то училище. Немцы точно так же. Захватывали страну, допустим, ну захватили там где-то в Киргизии. Ну к примеру скажу. И они мальчиков таких набирают. Ну девять лет, десять, двенадцать лет. И учат их. Учат так, чтобы они потом, когда останутся в этой местности, ты будешь пересказывать, что я говорю. Все время шевелишь пальцем. Никогда ничего не трогать. Пятиконечная падель звезда. Точно. В прошлом году на тебя не липли. Это не звезда, это цветок. Ладно. Это цветок. Ладно. Еще нет. И вот их учат. И говорят. Ты должен по голосу определить человека. Какой он? Старый или молодой? Больной или здоровый? Он проводит их по городу. Идут, они ш-ш-ш-ш. Отгибают, как куда-то, как... Ну положено так, военное-то. Идут, каждый должен смотреть, другого не ударить. Идти в линию, как китайцы. Он посмотришь, когда идут. Видела, нет, как китайцы идут на маршруте? Видела. Видела, на параде. Весь мир дрогнул. Одна китаянка вас пятьсот победит. Один китаец сотю русских заложит. До двух часов полностью раздетый в снегу лежит. И готов к битве. Ему не надо миномет тащить. Один снаряд только на любом пригорке установил. И куда надо запустил его. Высшая в мире, конечно, разведка израильская. А во кое вообще мы можем подражать. И вот теперь он сказал. Стоп! Все остановились. Не поворачиваются. Мы сейчас прошли дом. Сколько этажей? Один говорит. Семнадцать этажей. Правильно. Свет горел в каких окнах? А раз он не видел здание, он действительно знает. Ад отвечает. На пятом этаже, говорит, четвертый подъезд. Он знает, сколько на подъезд. Так. А время какое? Почему они жгли свет? Это уже картина нравственная. Неизвестно. Может быть отец пошел поздно. А эти все молчат. Сорок человек. Таня раскроет. Один местор отвечает правильно. Так. Пять. Идем дальше. Теперь они начинают уже оглядываться. Теперь приходят, садятся за парту. И он включает магнитофон. Тогда этого телевизора-то не было еще. Магнитофон. И слышно там. Девочка говорит. Мама. А может я еще тут останусь? Тут так интересно. Женский голос. Нет дочки. Я тебе говорила. Возвращаться надо рано. Чтобы солнце захватило тебя еще дома. Мама. Ну такие люди собрались. Я тебе сказала. Не нарушай. Все. Все слышали след? Он дальше раздает фотографии. Смотрите. Вот женщину пять. И девочек пять. Вы определили правильно. Найдите, кто с кем разговаривал. Понятно? Он по телефону больше будет, когда шпионит где-то. Телефон, разговор он поймет, кто этот человек. Какой. Можно ли он завербовать. Начинает. Тут одно, тут другое. Не знаю. Один парень показал. Вот эта женщина. А почему вы решили? А она когда говорила, она говорила. Ну. Я же тебе говорил. То есть у нее одышка. Одышка полная. Она полная. Лишний жир-то тебя душить будет. Выкатились от жира глаза на выпучку. Такие люди жирные не знают, кто они такие. Жирный человек только почему. Пять качеств. Первое. Обжорство. Где что лежит, попробует. Да я мало ем. Мало ты ешь, а ты на кухне работаешь. Пробовала, пробовала. Повешай кастрюлю. Сколько попробовал, столько туда. И уже к обеду пол кастрюли. Ты ничего не вырастешь. Второе лень. Лишний раз не разбежится, не сделает. Да. Ты на работе никогда не спотеешь. И не потело. Третье. Третье. Там много спотел. Ты не просыпаешься. На ходу спишь. Поняла? Третье. И четвертое качество. Трудно избавляемое. Без различия. Упал кто-то где-то. Сгорели дети. Она глазом не помилит. Она понимает только тогда, когда без обеда останется. Это четвертое качество. Вот отсюда теперь все остальное ползет. Иуда говорит в послании святого Иуда. Без страха уточняет себя. Страха нету. Это жир могильным червям. И она говорит, как будто к осадью город подготовился. Как медведь. Ты что, берлогу решил ложиться? Он высмеивает этих людей. На что похоже? Не лицо, а морда. Как говорит, ряха. Годится это? Никогда на конкурс красоты, когда выходит, чтобы она вышла, выползла такая. Такого нет. Они все подтянуты. Я не за конкурс. По всем, что нравится. Понятно? Я вам второй урок преподал. Чтобы мух, комаров здесь не было. Вот они там. Здесь не открывать. Сюда не заходить лишь еще. Она откроется. Вот та дверь открыта, а эта без крючка просто открыта. Вот она где-то. Не ходить туда. А если пошла туда, закрой все. И обратно подо дверь. А ты смотри, чтоб щелей не было. То, что я говорю, это чистота. Это денег не стоит. Постерьте. Все должно быть выхлопано. Протерите влажной тряпочкой под матрасами. Там пыль много накопится. Матрасы там можно спустить. Ну, не до земли. А потом внизу не надо выносить. Понятно? Старшая пока не приедет Галя. Она будет старшая. Значит, по сегодняшний день пол не вымыты. Вымыть. Протереть. И смотри за ними. Некрашенные полы. Раньше было хвощ. Такое растение. Хвощом натирали. Так они у нас желтые были. И потолки такие. Потолки мыли. Они не крашены. Ничего. Доски. За стол. Теперь, Володя, вот с этим разберись. Видите? Я принял на руках. Что это означает? Рукавичку вот эту вот на две места. Чтобы девчонки простирали. Она была какая надо. А ты как выберешь время? Как заходишь. На втором этаже. Около. Где обедаем. Кухня там. Где я живу. Там не протолкнешь. Столько всего натолкано. Что мы уже находили. И туда только дрова не складывали. Там перебрать надо все абсолютно. Я банки в одно место. Где это? Ну, как заходишь и направо. Где обедаем-то там. На сваревщине. Второй этаж. Что непонятно. Только зашел и сразу направо. Понял? Понял. Почему я поймал? А вы не поймали. Так. Идем. Хотя я голубь не тесну. Так. То, что я вам сказал. Вы научите себя. Я не буду повторять. А ты начинался. Чему я учу, вы передадите другим. Понятно? Теперь смотри. Не торопись опрокидывать. Не торопись опрокидывать. Вот. Женщины как делают? Поцелок только здесь опрокидывать на верх. Все. Мусор без упал. Открыл. Вот так отнеси. Потом опрокидывать. А что на ней было? Допустим. Вот это саринка маленькая. Ну саринка. А ты взял кастрюлю над кастрюлью. Вот. Кастрюлю. Теперь что я взял? Опрокидывал. Куда упал? Ну так. Все, что на покрышке идёт. Сначала туда свалил, чтобы люди съели. Все нормально? Ну так было. Так. Подлил. А чтобы она не прилипла, переверни там, положи. Ни одного шага правильно не делайте. А как? По-скотски. Как жил, так и живу. Чтоб этого не было. И так начинает молиться, сразу прекращает. Поста быстренько. Не разгордись. Никуда не ставь, ничего. За молитвы святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ощи всех на Тебя, Господи, уповая, Ты даешь и пищу, Бога времени, а Тебя знаешь, и ты щедро, Духу Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и благо Тебе Бог. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. За молитвы причистите Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже милости, будь мне грешным. Создав ими, Господи, помилуй меня. Иисус славец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Стойте. Я посмотрю, как вы планируете. Давайте, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Все хорошо, молодцы. Вы не издумайте на меня обижаться, я вас хочу жить. Ты везде будешь жить. И как только выбирать это придется? За кого-то на работу. То есть, что мне нужна? Мне Полину дайте. Она одна за четыре сделает. Но такой Полиной стать надо. Ты уедешь другая отсюда. Вот это вот сейчас будем делать. И вы увидели как? Увидели? Увидели. С корнем. И потом я пройду, сделаю, куда бросать камушки. Ты им дашь две баночки для червей одновременно. А дашь и две лопаты. И будете лопатой нажать. Рыбинок может. Так, ты чем занимаешься? Я там терапию. Он занятый, да? Его нельзя посадить. Да нет, почему? Возьмите, возьмите его. Ну, с ними вместе. Надо быстро освободить. Начнешь вот с дальнего угла стола. Все. И который... Просто мусор там сначала сделаешь чистое место. А потом мусор отбрасывай. А потом через ограду. Пусть он там где-то. Потом. Прямо вплотную к ограде недалеко. Так просто пробытись от сна. Писание говорит. Стань спящим. Воскрес не из мертвых. То есть спящие и мертвые, это одно и то же. Мертвые. И осветит тебя Христос. И у меня стихотворение, я просто его написал. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. То есть вам не просчитать мою жизнь. По слогам будете оба считать. Вот утренний сегодня у меня паста. Так вас кого-то две. Я веду занятия. Перед мной двести человек. Притом все внимательно. А тут двое и урод на бок. Мне разницы никакой нет. Я перед Богом делаю. И возьми за себя. Тоже должна поехать другая. Утоньши себя. Садимся на стол. Вы можете с той стороны заходить. Чай или компот? Кроме среди пятницы, чтобы с рыбой всегда было. Чай или компот? Можете пополам разводить. Потому что там компот было. По-моему, вы лучше не спрашиваете. Давайте еще есть. Одно. Компот есть, чай не нужно. Чтобы никого не спрашивать. Компот. А то, получается, я выбираю. А я этого не хочу. Бери. А в принципе. Вот он будет. В одно стол не ложись. Бумажка. А потом все есть бумажка и все равно чисто. Вчера у меня была ложка.